Этот выпуск мы целиком посвятим родному автовазу, который за последние недели подкинул несколько прелюбопытных новостных поводов. Самый злободневный, датированная с середины октября подорожание машин. Это уже шестая с начала года смена ценников, при том весьма заметная. В зависимости от модели цены выросли от 9 до 20 тысяч рублей. Российский автогигант традиционно молчит об истинных причинах подорожания. Хотя всем понятно, что серьезное влияние на стоимость автомобилей сейчас оказывают последствия коронавируса, в частности глобальный дефицит микрочипов. Кроме того, со второй половины октября лады принудительно оснащаются наборами автомобилиста, в который вошли знак аварийной остановки, аптечка первой помощи, огнетушитель и другие нужные водителю вещи. Стоимость комплекта 2400 рублей. Притом отказаться от него нельзя. И это только начало всеобщей принудиловки. Как сообщает Lada Online, середина ноября Автоваз запретит дилерам продавать машины без допов. В каждой машине будет прилагаться набор аксессуаров стоимостью от 8 до 30 тысяч рублей. В него войдут салонные коврики, дверные дефлекторы, защита картера и другие мелочи, на которых привыкли зарабатывать дилеры. Устанавливать все это будет не завод, а сами продавцы, но по фиксированной цене. Сами дилеры чрезвычайно недовольны таким решением, ведь обязательный набор фирменных аксессуаров лишает их возможности заработать. Но, видимо, Автоваз устал от дилерского беспредела, когда те же коврики запросто продают за 50 тысяч целково. По большому счету, из лазеек осталась лишь установка сигнализаций до продажи страховок. Так что тучные времена для автосалонов Lada закончились. Следующее событие из разряда «это полезно знать». Автоваз активно занимается деконтентингом, то есть упрощением своей продукции. Так, у Lada Vesta теперь удалена балка заднего бампера. Можно предположить, что владельцы машин будут внедрять этот элемент своими силами, ведь стальной усилитель призван защищать кузов от повреждений при легких авариях. Гранте также предстоит упроститься. С обивок задних дверей будут удалены тканевые медальоны, а снаружи исчезнут защитные молдинги. С боковых сопел на панели приборов уберут тиснение фольгой. Наконец, из-за дефицита электронных компонентов продвинутая медиа-система Enjoy Pro лишилась многих функций и теперь называется просто Enjoy.